всем привет сегодня вам хочу показать как я текстурирую программе substance есть у меня такой домик или такая развертка и мне нужно сделать чтобы он был из дерева и потертая краска у него была я нашел в интернете такой вот reference и по нему я и делал эту модель значит здесь дерево на нем белого цвета краска отлученная стекло и крыша в общем давайте посмотрим что же у меня там получилось по порядку он буду раскрывать слои первым делом когда загрузили модель сюда нам нужно нажать bake mesh maps нажимаем здесь я отключаю нормал и айди потому что идея свою загружаю нормал тоже свою карту здесь выбираем разрешение которым будет запекаться все это текстуры вспомогательные что еще момент окружные здесь добавляю max оключить distance 03 чтобы пожирнее было что ли нажимаю бейк не флот на это название такое не для русского слуха так чего я начинал вот название видите да вот дерево глаз стекло в крыше то есть я разделил свою модель на три части дерево стекло здесь будет вот в этих местах и крыша то есть модель одна но три на три части разделил каким образом это достигается вернемся на эту вкладку после того как мы запекали bake mesh maps вот эта карта автоматическая окклюзион автоматическая куватура автоматически тик на свето автоматически но вот эта карта и дима я сделал сам и возможно я скорее всего запишу отдельным видео как и делать потому что он там то чтобы очень продолжительное но не будем отвлекаться от теми так вот как мы видим здесь поделено на несколько цветов да еще пол я сделал тоже отдельно видите вот эти вот сиреневые доски это у меня пол который внутри сарайчика то есть два большие квадрата это крыша такой серо синий цвет стекла зеленое это все дерево значит карты какие то есть это который запек запеченные да они помещаются в мой проект все эти две карты я кинул потом сделал сначала такую одежку она мне не понравилось потому что был пол тоже с белой краской и там потертости всякие были я решил сделать пол просто деревянным и нанес на него грязь там типа люди там ходят да и доски запачкались загрузил также с интернета от крышу сделал из нее то есть с этой карты с одной я сделал к вики нормал и raw карту рап нас и все это делал возможно мы видео вы видели в прошлом видео как я делал карту нормал это загружаться программа x-normal и с нее можно photoshop и потом загружается фильтр и там можно все это делать я показал там в одном из своих видео как задать нормал так и еще и загрузил такую карту дерево то есть интернетом бесплатную текстуру бесплатно переходим вот здесь слои это вкладка показывает нам настройки слоя настройки первое слое сделал дерево кола тут я тоже сделал имена общими чтобы не путаться вот я включаю вкладку color да и проявляется наша карта цвет вот таким вот образом выглядит просто диффузная карта разрешение 496 это имеется ввиду отображение документа то есть в каком разрешении будут вас показывать текстуры документе если уменьшим они становятся хуже вернем обратно все но если слабый компьютер тогда нужно выставлять 2000 на 2048 если компьютер мощный то это же 8к он поддерживает не падает не такая текстура значит я ее тоже сделал с ней нормалку к вики и и рафнесс карту рафнесс далее давайте посмотрим на именно этот слой цвета что здесь здесь просто все вот выключено да что я сделал здесь значит сделаем тайл то есть здесь скейл макси тайл называется то есть несколько раз текстура у меня укладывается в текстурном листе эти каких на размеров стал то есть вот единица да я и реальный размер текстуры а там 3000 на сколько но мы видим что текстура не соответствует физическим параметрам нашего домика то есть она слишком крупные и ее плохо видно на размытая некачественно получать поэтому ее увеличил пять раз то есть отскалировал повторил повторяется то есть такой вот результат приходим дальше нормалка включаем нормалку видим на все произошло то есть появился рельеф выключен включен текстуру делал сам она не не скачана ниоткуда но если у вас есть лишние американские рублики то можно есть такой сайт и не один я знаю кипиксель так называть там есть достаточно качественные текстуры они их там сканирует скорее всего то есть берут какой-то объект какой-то объект да и студии может на улице как они это делают его сканируют загоняют 3d из него более качественно получается нормалка вот как-то так ну а я делаю сам и в общем получили мы объем краска посмотрим на нормалку что на себя представляет просто нормал мэп который сделал фотошопе здесь одна карта тоже обязательно чтобы она совпадала все нужно чтобы здесь было 5 как у меня в начальном слое в первом слое цвета параметры пять раз увеличена и я сделал смещение там что-то мне там не понравилось сместил на 0,06 то же самое все остальные карты они должны быть точно так же расположены в том же самом месте так переходим на краску включаем и появляется нас такой вот окраска нашего домика я не стал я не стал в общем повторять то есть все то же самое как было на этом домике ну примерно то соответствую то есть я сначала хотел вручную делать но потом вовремя думал сделать с помощью генератора генератор я сделал свой но сейчас мы подробно рассмотрим значит на этом слой что есть видите маска я применил то есть добавляем нажимаем правой кнопкой мыши и это black mask white mask black mask black mask то есть черная маска белая маска белая маска это осталось она будет все видно то есть всю текстуру черного цвета будет проявляться нижний слой если черную маску вы добавляете то весь слой удаляется и рисуя или кистью или здесь есть гранжи различные черно-белые текстуры с помощью них можно проявлять нижний слой смотрим на свойства этого слоя что мне здесь есть здесь есть цвет и высота высотой регулирую общий общую высоту всего слоя вот этого paint то есть в нем содержится в этом слое только цвет и высота ползунок высоты вот он и те что он делает то есть он увеличивает объем тоже получается сверху дерево получается объемная карта то есть еще одна карта нормальный но уже именно этого слоя то есть слоя краски поняли да здесь скалировать не нужно потому что это не влияет но она как не с развертки в общем она ложится на на всю текстурную карту и так вот переходим на маску и здесь у меня есть paint с помощью пейнта если смотреть сюда видите он белый стал я удалил удалил краску белого цвета то есть я бы не я захотел сделать это то есть внутренние доски нашего сарая и посмотрим на свойства слоя paint здесь вот этот пол ползунок можно белым делать или черного цвета это та же самая маска получается я я переуползнул белого цвета и стер здесь присутствующую краску белого цвета которая есть сверху этого сарайчика маска дитар значит как он добавляется тоже точно так же как и пейнт нажимаем правой кнопкой мышки здесь да видите высвечивается от генератор я добавил генератор нажимаем вот сюда на свойства я нажал вот маска дитар генератор и там различными ползунками ну сейчас я вернусь вот здесь вот есть пресеты то есть такие вот подрябины какие-то это для металла и грязь там ну еще там что то есть дёрт дёрт и дриппинг вот масс генератор в свойства его заходим и здесь мы видим множество ползунков что я сделал вот иметь импут 1 получается да и 2 и зашел я вот гранжи выбрал один из гранжи понравился мне точнее 2 гранж бруша где-то он здесь находится ну и этот такой же гранж и то есть вот этими ползунками как бы основными баланс то есть как он влияет на общий баланс краски то есть больше меньше то есть как влияет карта на то есть на цвет тот который там есть там это имеется ввиду вот здесь вот в этом слое который называется филла вот это квадратик это основное где мы включаем различные карты у меня включено color и высота высота то есть моей краски надеюсь поняли что я хотел сказать так и то есть выбираем баланс это карты это то есть вместе с собой вместе друг с другом смешивается и получается различные результаты вот такой результат допустим не устроил меня я его оставляю то есть здесь есть и резкие перепады где совсем нет кратки краской есть вот такие вот мутные типа она отслоилась но все равно на дереве слой еще остался то есть то же самое что и здесь получился такой эффект прикольно так получилось оставляю то есть вот что из себя представляет генератор затем я регулировал вот этими ползунками global баланс то есть как вообще проявляется вся карта цвета на нижней карте дерева двигая ползунок смотрим нравится не нравится контраст столько контраст сами понимаете да резко или не резкое как бы отображение блюр это все оно смазывается то есть получается мне сейчас 0 стоит нажмем 8 сейчас загрузится долго грузится много программ запущено но вот видите что происходит оно этот ползунок значит оба обе вот эти вот карты смешал размыл в общем получилось такое вот как бы типа пыли что ли ну мне такой эффект не нужен и я выставляю в ноль текстура это скорее всего я так думаю относится к этим двум картам вот этим которые я загружал имидж 1 и имидж 2 и тоже регулируя этими ползунками смотрим то есть нравится нам или нет но основные ползунки вот эти два контраст и баланс раз два с этим разобрались то есть здесь у меня вот карта которая называется слой не карта слой fill layer сначала ставим к ней добавляем маску к маске добавляю я эдитор painted я уже мне захотелось просто чтобы внутри было дерево то есть таким образом ну и можно как бы регулировать не загружать substance painter несколько моделей загрузить одну но регулировать ее нужно с помощью вот ID карты затем с помощью paint я сделал то есть очистил от краски чтобы у меня было просто здесь дерево мы применим еще карту ambient occlusion мне показалось что она будет уместна что если загрузил cavity карту cavity ну можно загружать и ambient occlusion который загружается запекается автоматически substance painter давайте применим ее посмотрим на результат один здесь ну вот видите что она она затеняет вот в этих вот местах можно ее оставить в принципе давайте ее оставим вот так нормально смотрится пойдет там за тень за тень и но ну в общем как в жизни вылили там тень идет пойдет но я поставил к видите карту где она есть вот деревянная вот пенска ведь тоже сделаю ее сам фотошопе так здесь я добавил тоже правкой правой кнопкой мыши нажимаем высвечивается я добавил add levels что такое add levels переходим в свойства property level выбираем здесь видите вкладка высота карты высот raveness metallic ну и все карты которые у меня присутствуют и даже опасities здесь есть вот и регулируем вот этими ползунками ставим clamp чтобы сохранилась наша регулировка и смотрим то есть она светлее становится темнее выбираем баланс который как бы здесь настроил там для другой карты ну и для этой тоже произошло подошло base color здесь так теперь переходим в следующий слой все эти слои это у меня fill layer то есть заливка следующий слой fill layer под названием roughness roughness дает нам блеск то есть блеск краски в некоторых местах она блестит сейчас я изменю цвет видите сейчас поближе в некоторых местах кстати можно переключаться между картами это карта высоты вот roughness переключаются клавиши c и смотреть отдельно отдельно карты а значит карту roughness тоже я сделал сам в фотошопе и вот ее свойства не это не туда вот ее свойства опять 5 и 2 0 6 roughness карта регулировать ее можно добавив опять же правой кнопкой мыши и level roughness и здесь регулируем так как вам интересно сначала выбрал естественно карту roughness и после этого регулируем этими ползунками карта roughness значит в темных местах блестит светлых не блестит но можно так же сделать и инвертировать под какой-то движок там ее загоняете вернуть назад горячая клавиша м английская раскладка м английская раскладка c это перебираем карты какие у нас тут есть м возвращаемся ко всем нашим картам и черная здесь полоса такая идет переключаемся на материал и видим сразу же что здесь она блестит вот что такое рапнесс то есть он нам дает блеск дальше 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 грязь грязь я добавил вот видите доски изменили свой цвет сейчас пересохранится значит доски изменили свой цвет значит вот в этой предыдущем слое я там очистил от краски в этом и захотел сделать здесь грязь вот это отдельный слой слой грязи здесь я задал color color это цвет грязи какой у меня будет добавил маску и с помощью кисти в маске можно кистью рисовать добавил грязь вот так водите кисти получается грязь так таким образом я затекстурил внешнюю часть этого сарайчика стекло смотрим на основную настройку и здесь ничего нету потому что это слой папки получается в который вложены еще два элемента это само стекло и грязь здесь значит почему в папке все дело чтобы всю папку применить к одному цвету айди вот к этому цвету синему да такому серо-синему это цвет моего стекла нажимается опять же выбираем добавляем слой не слой а добавляем маску черную на нее добавляем право окном камыш нажимаем color selected переходим в свойства здесь есть пипетка предыдущие я не показал но все по аналогии то же самое нажимаем на пипетку наш домик окрашивается в ID color который я сделал также в фотошопе и сделал специальное видео отдельно как же делается эта ID карта и убираем пипетку крышу или дерево или стекло естественно мне нужно стекло я выбрал стекло применилось туда все и нажимаю на стекло а как добавить стекло здесь у нас есть texture settings нажимаем на плюсик потому что в стандартной настройке карт opacity 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 нету чтобы его добавить нажимаем на плюсик здесь появляется множество карт выбираем opacity и она появляется у нас здесь появляется здесь и появляется в настройках слоя нажимаем на стекло здесь есть color height ров все те карты которые присутствуют текстур set settings call case rough metal normal и opacity opacity то есть выбирая черное это прозрачное белое непрозрачное ползунком выбираем нужную нам прозрачность можно его и покрасить это стекло в любой интересующий вас цвет он будет прозрачным или непрозрачным то есть в зависимости от того что вы хотите мне цвет не нужен я оставил просто просто стекло далее я добавил еще один слой fill филлайер в котором у меня присутствует кола если приглядеться к стеклу типа оно грязное ну грязное там или пыль или ну как я себе представил что типа стекло мыли когда-то и остались такие вот разводы тряпка была допустим не такая чистая и остались такие вот разводы белого светлого цвета то есть я добавил цвет а в цвет я добавил base color в смысле base color я добавил карту grunge direction heavy ну то есть переходим вот сюда да и просто перетаскивая карту нашу она нам дает такие вот результаты пять раз я его применил эту карту потому что она большая и чтобы как-то ее было видно мне пришлось уменьшить так со стеклом и краской разобрались и он кстати видно да внутри дерево и там типа люди ходили натоптали получилось или грибок это не важно кто что себе придумает и теперь крыша следить что осталось крыша сюда входит один слой филлайер который сразу же включена несколько карт цвет трав нормалка все эти карты сделал вначале видео рассказывал сделал фотошопе вот они четыре ковите не понадобилось можно ее было использовать там в виде допустим хейджа клавите на цену результат такой мне не нравится не буду использовать зачем я делаю карты отдельно затем чтобы их можно было вопрос отвечая на вопрос который возможно у вас возникнет зачем я делал отдельно раф там или ао или пейнт не пейнт понятно раф затем чтобы ее можно было регулировать то есть я добавил на раф карту да определенная но она мне допустим не нравится она или слишком ярко или темно чтобы не бегать все время фотошоп и обратно то есть утемнять или усветлять эту карту здесь есть такая настройка level как она там правильно называется levels то есть уровни настройка короче или цвета или рафнесс или нормалки вот для чего я ее как в основном я ее и применяю здесь мне это не нужно было как бы настраивать меня все устроило вполне даже рафнесс правильно как то поставить видно было отражение там вроде видно в некоторых она блестит местах в некоторых она вообще не блестит там где идет рафнесс хейч рафнесс вот то есть в темных местах блестит светлых не блестит заметно и все посмотреть он видите там и вот получился такой домик как добавлять допустим слой в папку создаем слой филлайер допустим и жмем cuttel g фокус не удался слабо наверное нажал cuttel g нажимаем g по английски на английской раскладке на русской раскладке и появляется у нас папка с вложенным ее уже заранее созданным слоем все что я хотел вам рассказать и показать в этом видео надеюсь вам это поможет вы поняли что я пытался рассказать и рассказал ну а если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока